Друзья, здравствуйте! В эфире Медиа-клуб формата 3. Сегодня наша студия в Кишиневе. У нас своеобразная годовщина сегодня, потому что примерно в эти дни, ровно год назад, у нас отменилось первое очное наше мероприятие в Кишиневе по ковидным причинам. За этот год мы уже про ковид наговорили очень много и сегодня, наверное, тоже коснемся, потому что у нас сейчас любая тема касается ковида, как ни крути. И в нашей студии сегодня, назовем это студия, хотя вы видите, я из дома, как и многие из нас сегодня перед мониторами. Сегодня у нас в гостях российский политолог Сергей Александрович Михеев. Здравствуйте, Сергей Александрович! Здравствуйте! Сергей Александрович, мы на самом деле часто видим, слышим на российском ТВ, во всевозможных ток-шоу, которые говорят о политике. Его можно услышать на радио. У него есть свой YouTube-канал, у которого я сегодня посмотрела специально 445 тысяч подписчиков. Надеюсь, после сегодняшнего эфира будет еще больше, потому что нас смотрят не только в Кишиневе. Нас я вот по списку гостей смотрю, здесь и Минск, и Вильнюс, Рига, прибалтийские страны, Кишинев тоже. Украина здесь нигде не показывается, но я уверена, что все, кто говорят на русском языке, обязательно встретят в медиа-клуб формата 3 онлайн и Сергея Александровича в том числе. Мой первый вопрос по поводу, на самом деле, вашей деятельности на YouTube. Поскольку я знаю, ваш канал недавно закрывали, потом открыли. Как вы вообще относитесь к такой, получается, цензуре в интернете, при том, что интернет должен был стать той площадкой, где свобода слова как раз должна была быть во всей красе, в отличие от оффлайн-жизни. Сергей Александрович, вас часто блокируют? И за что? Я всех приветствую. Но что касается интернета, чем он должен был стать, мы на самом деле не знаем. Да, потому что те, кто изобретал, изобретали, во-первых, американские военные когда-то, я думаю, что цели были какие угодно, только не обеспечить свободу слова или еще что-то. То есть интернет такая техническая платформа, которую можно использовать как угодно. Это как молоток. Можно построить дом, можно пробить голову, можно еще что-нибудь сделать. Поэтому я бы не стал вообще интернет романтизировать. Должен был стать, так сказать, такой вот территорий в правде или прочее. Я думаю, что нет. Я думаю, что это в значительной степени наши такие, так сказать, иллюзии по этому поводу. На сегодняшний день это территория борьбы, как и любое другое информационное пространство, где есть просто много, огромное количество всевозможных мусора, билиберды. Есть вещи откровенно вредные, причем вредные для всех, независимо от политических воззрений. Грубо говоря, там, криминал, там, педофилия и все, что с этим связано, наркомания и так далее. А там есть еще дополнительная политическая и экономическая борьба. Что касается моего там канала на Ютубе, то, честно говоря, я вот, мне говорят, вы там блогер. Я не блогер. Блогер – это тот, кто записывает специальные ролики для интернета. Я не записывал никогда практически никаких роликов. Я просто выкладываю там свои эфиры. Эфиры на радио, эфиры на телевидении, а также интервью, которые я там кому-то даю. Сейчас вам даю интервью, надеюсь, что я потом достаю. Вы нас там все это опубликуете, дадите ссылку, я тоже размещу себя. Заодно вы получите 445 тысяч, так сказать, зрителей всего того, что вы делаете. Ну, пусть не все, но какая-то там часть, тысяч, 100 точно посмотрите. Ну, во-первых, они там блокируют по жалобам. Разбираются ли они в этих жалобах, не разбираются. Часто жалобы пишут просто, ну, как политические противники, которые недовольны от содержания. Вот они придумывают какие-то методы, ну, это какие-то поводы, пишут туда, а потом мы это дело распариваем, ну, и вроде нас возвращают. Но в последнее время стали они блокировать по каким-то там своим таким признакам. Причем они очень часто, очень часто, ну, такие, на мой взгляд, надумные. В последние, так сказать, случаи, они такие стали носить характер политической тюзуры, потому что, скажем, вот один из последних случаев, когда нам запретили там на три недели размещать какие-то не было, значит, видео, он был связан с тем, что YouTube докопался до моей фразы про бандеровских купырей. Она была произнецена в контексте, вот, возможно, обострения ситуации на комбасе. Ну, да, я плохо отношусь к поклонникам Бандеры Шахтевича. Вот и все, собственно говоря, да. Но нам запретили, значит, запретили работу по следующему смешному достаточно основанию, что, мол, мы разжигаем социальную, так сказать, ненависть, то есть ненависть по отношению к представителям одной из социальных групп. Таким образом, YouTube косвенно признает, что бандеровские купырики в социальной группе существуют, а я вот разжигаю по отношению к ним ненависть. Ну, можно ли это, можно ли это, так сказать, назвать политической цензурой? Ну, наверное. Ну, в любом случае, так и предпочтение YouTube, да, вкусовщина. Ну, конечно, они могут нам сказать, ну, это наша частная платформа, мы это, так сказать, что каким-то и делаем, мы вот считаем, что это вот так. Ну, тогда уже давайте не будем из себя строить невидность и рассказывать про то, что вы равно удалены от всех, равно объективно, так сказать, для всех. Вы же не удаляете, как бы, YouTube, не удаляете же ролики, где, скажем, ну, грубо говоря, с украинской стороны, как бы, да, называют русских, видите, москальскими оккупантами или что-то такое. Не удаляете, не удаляете. Ну, тогда, значит, у вас есть предпочтение. Тогда, значит, это не объективность, да, а совсем другая. Это политическая платформа, которая, да, поставит перед собой какие-то предпочтения политические и так далее. Ну, в общем, если честно, понятно, что надо, если чем-то недоволен, выстраивая альтернативу. Альтернатива на сегодняшний день нет. Нужна ли она? Да, нужна. Вот она нужна, как бы, да, для того, чтобы, мол, можно было в случае чего куда-то, скажем, уйти. Вот, или сейчас, если у меня, например, скажем, есть передача на телеканале «Царьград», вот «Царьград» полностью заблокировал YouTube и не возвращает ни под каким предлогом. Что там такого? Мне им в «Царьграде» не понравилось непонятно. Например, «Царьград» занимает, ну, вот, просто вот жестко антихоммунистические позиции, да. Известно, что владелец канала Налахеев, он такой вот, значит, упертый монархист, как бы, да, поклонник Думы Романовых и все такое прочее. Чем он тому не угодил? Вот, трудно сказать. Насколько я понимаю, там что-то какие-то были высказаны, касающиеся там ЛГБТ-сообщества и все, что с этим связано. Ну, тогда еще раз, значит, вы, на самом деле, не являетесь объективными и непредвзятыми. У вас есть какие-то политические убеждения, я имею в виду YouTube и все эти сервисы. И, в общем, то, что эти сервисы стали рулить политикой, стали влезать в политику, это совершенно очевидно. Все про это говорят, если говорят примерно одно и то же. Почему? Потому что слишком мало времени прошло для того, чтобы оценить эти последствия. Одно, можно сказать, точно. Вот такой дикой шумихи, да, инфраструкционно-политической и завязанной на этом экономических манипуляциях и стекляциях, наверное, вообще никогда в мировой истории не было. Да, бывали всевозможные разорительные эпидемии, которые уносили огромное количество жизней, но они все проходили в те времена, когда, во-первых, мир не был так глобализирован, но, во-вторых, когда не было такого количества средств массовой информации и способов манипулирования общественным мнением, и они не были на таком качественном уровне. В этом смысле, конечно, вот эта шумиха, которая вокруг ковида поднята, она абсолютно беспрецедентна. И я всегда по этому поводу придерживаюсь, вот я всегда повторяю одну ту же позицию. Есть ли этот вирус? Ну, есть ли по всему. Болеет ли люди? Болеет. Умирает ли люди? Умирают ли люди? Умирают. Надо ли с ним бороться? Надо ли. Но это одна часть, кстати. А вторая часть, которая тоже невозможно не замечать. Совершенно очевидно, что, во-первых, а, шумиха по поводу этого вируса, но имеет какие-то невероятно преувеличенные масштабы, и уже даже трудно понять, где тут замысел, а где просто какое-то автовоспроизведение, где сами люди себя накручивают, и люди, политические структуры и государства вынуждены одно смотрят на другое, другое на третье, третье на четвертое, и они просто в каком-то замкнутой карусели, да? То есть, насколько управляем этот процесс, тоже уже, ну, довольно сложно сказать. То есть, шумиха просто беспрецедентная, и как следствие этого, конечно, этот ковид стал поводом для всех, да, использовать его в тех целях, в которых, так сказать, это хочется использовать, да? Ну, первое, да, что совершенно очевидно, да, сам по себе этот ковид стал поводом для возрастания и совершенствования средств контроля над населением. То, что средства контроля за людьми во всех странах на основании якобы заботы об их здоровье стали, как бы, да, невероятно продвигаться вперед, это совершенно точно. Насколько это искренний процесс? Я думаю, что процесс этот не искренний. Это процесс, который в разной степени, с разной степени опасности используют как глобальные элиты, добивающиеся глобального управления, так и национальные, добивающиеся, так сказать, большие, там, условно, там, за контроль в рамках собственного суверенитета. То есть, это такой, иногда, конфликтующий даже друг с другом тенденция, но при этом они отталкиваются от одного и того же поля, да? Некое глобальное управление пытается управлять это глобально, но на национальном уровне сопротивляется этому, как бы, да, в рамках суверенитета, и тоже, и тоже, как бы, средства контроля, средства контроля совершенствуются и увеличиваются. Ну, а как и то, да, жизнь человека становится все более и более прозрачной. И контроль со стороны государства, надгосударственных структур, вне государственных структур стало гораздо больше благодаря тем техническим средствам, которые существуют, да? Как повод используют, одно из последствий, по поводу контроля я говорил, да, второе, так сказать, как повод будет использовано, ну, вернее, скажем, как следствие, будет использовано для атомизации общества, причем везде, всех, в глобальном масштабе, так сказать, да, в национальном масштабе. То есть применение, а иногда откровенное навязывание, да, средств дистанционного общения, как вот здесь, да, оно, на самом деле, будет приведеть к тому, что людей, ну, будет разводить, так сказать, по своим квартиркам, да, и по большому счету это тоже смыкается со средствами контроля. Потому что в конечном итоге можно сделать так, что огромное количество людей, сотни миллионов, возможно, даже миллиарды, перейдут на добровольный домашний арест. Это уже и происходит, да. То есть, грубо говоря, вы сами согласитесь с тем, что вас помещают под домашний арест, только это не санкция, а ваш добровольный выбор, да, во-первых. А во-вторых, как бы, да, вам навязывают совершенно другой образ жизни. Этот образ жизни связан с тем, что вы уходите в себя. Вы меньше общаетесь, вы меньше, так сказать, находитесь в социальных пространствах, вы больше замкнуты, как бы, на своем вот этом маленьком мерке. Будет ли это иметь негативные последствия в целом для общества в глобальном и местном любом масштабе? Я думаю, что да, к сожалению, да. То есть, человек в этом случае, а, он потихоньку будет терять социализацию, б, он потихоньку будет терять самоидентификацию, связанную с внешним пространством, и он, в, как бы, да, все больше, все больше будет замыкаться на самом себе. Каким трендом это отвечает? Ну, скорее, это отвечает глобализаторским трендом. То есть, тому, чтобы, так сказать, грубо говоря, выходить из ситуации, там, национальных суверенитетов, если говорить о политике, да, и все больше и больше превращать человечество в большое-большое скопище отдельных индивидов, каждый из которых, ну, живет своей очень маленькой, так сказать, жизнью, и при этом способ контроля за ним, наблюдения и управления, они совершенствуются, а он сам к этому добровольно подключается. В общем, мне кажется, то, что это ведет в целом к реализации разного рода антиутопии, это совершенно очевидно. Потому что вы даете разрешение на то, чтобы вас видели, вы даете разрешение на то, чтобы вас слышали, вы работаете из дома, вы лечитесь из дома, вы учитесь дома, вы заказываете еду дома, как бы, вы все делаете дома, как бы, вам, и вас все больше и больше, да, можно, как бы, контролировать, у вас все меньше и меньше, у вас все меньше и меньше возможностей, да, как-то реализовывать себя в открытых пространствах и так далее. Ведет ли это к изменению психологии людей, экономики? Да, конечно, ведет. Ну и третье, да, то, что я уже перехожу к экономике, как одно следствие падения уровня роста и падения потребления, но как следующее следствие – это изменение структуры экономики. Все больше и больше вещей, которые не будут иметь отношения к реальному производству и участию человека в производственном процессе, все больше и больше вещей, которые не потребуют, скажем, участия человека в процессе образования и так далее. То есть это будет менять вообще в целом социальную структуру огромных сообществ людей. Причем, скорее всего, мир в этом смысле будет каким-то образом тоже регионализоваться, потому что в каких-то регионах, очевидно, в более технически развитых благополучных это будет продвигаться более активными темпами, в каких-то менее активными. И в итоге мы действительно приближаемся ко многим из тех антиутопий, которые вот описываются разными авторами, при которых, ну, будет выделяться в этом мире, будет выделяться и подчеркивается некая сегрегация по региональному признаку. В одних местах будет такая жизнь, в других – такая, но кто из них потом в итоге выиграет – это большой вопрос, потому что я думаю, что, как и любой процесс, этот процесс имеет свои плюсы и имеет свои минусы. Что в итоге возобладает, что станет как бы созидательным, что разрушительным – это может показать только достаточно длительное время. То есть тенденции такие есть, есть. Есть ли намеки на подобные изменения? Есть. Но вот один год – это слишком мало для того, чтобы точно сказать, а как оно будет на самом деле. Есть и к этому предпосылки. Вот. Но что меня вот больше всего тревожит, это то, что, очевидно, это многие вошли во вкус, причем на разных вот уровнях, да, и на глобальном, и национальном, и поняли, как это можно использовать. Вот. И теперь готовы, видимо, это дело переводить в перманентное состояние. То есть вот мы говорим, ну, когда же мы выйдем из этого ковида, да, который сейчас? Он говорит, эээ, тихо, вы особо не разбегайтесь, потому что в следующем году будет новый ковид, а через два года будет другой ковид, а через три года – третий. И, может быть, тот, который будет третий, будет страшнее, чем этот и так далее, и так далее. Вот. При этом посмотрите, вот этот вопрос у вас в золотом миллиарде, почему это действительно в самом, в самом таком тяжелом состоянии находятся люди в самых развитых странах. Я думаю, что тут есть и объективные вещи, и субъективные. Субъективные, причем, здесь, мне кажется, пересиливают. Субъективные заключаются в том, что уровень, более высокий уровень потребления, более высокий уровень индивидуализма, и более высокое значение комфорта, как смысл жизни в этих странах, он предусматривает, предопределяет и более чувствительную реакцию на все то, что там с людьми происходит. Я думаю, что, так сказать, подобного рода ситуации в Квинт-Африке, там, может быть, даже гораздо схуже, только мы про это ничего не знаем. Им, на самом деле, до лампочки эти вещи. Когда нечего жрать, так сказать, или там, когда идет война какая-то, тебе не до ковида. То есть это вот оборотная сторона благополучия, в значительной степени. И истерика связанная с этим, и паника связанная с этим. Ну, а просто он ослабляет это людей, как бы, или усилий. Я думаю, что он в значительной степени ослабляет. Но вот такие тенденции, они, видимо, будут развиваться. И здесь самое главное – это найти действительно вот эту золотую середину, потому что совсем, как бы, да, делать вид, что этого ковида нет, тоже невозможно. Он есть, и он какой-то очень странный, это правда. Вот я, как бы, разговаривал с людьми, которые переболели. Но он очень странный, когда, как бы, рядом человек буквально умирает, а с ним вот находится человек другой, который вообще просто до лампочки. То есть гриппом такого не бывает, как вы знаете. Да, это какой-нибудь черный оспе, такого тоже не бывает. Вот, а с этим бывает. Я не буду здесь вдаваться в подробности насчет того, откуда он там произошел. Мне это неизвестно. Но то, что он очень странный, это констатируют практически все. Все, кто хоть какое-то отношение вот к этому имеет. Одних он полностью минует, они даже не замечают, что с ним происходит. Другие очень тяжело болеют, третьи вообще умирают. Вот, но это объективное. А субъективное – это все-таки отношение к нему. Я думаю, что как раз вот те, кто наиболее развитые страны, с наиболее высоким уровнем благосостояния, мне кажется, страдают больше, в том числе потому, что там сама по себе идея комфортного благополучного существования является идеей фикс, что называется, смыслом жизни. Поэтому они так к этому относятся серьезно. Так вот по этому поводу переживают, иногда паникуют там и так далее. Так, где, может быть, можно было бы, так вот очень сильно не переживать. Вот все эти вещи, конечно, будут использоваться на объективное, будет наслаиваться на субъективное. Ну, а вот, грубо говоря, прогноз там, тенденцию, ну, определяют годы. Но все-таки один год – это очень мало. Нет, я не прививался, но не потому, что я не доверяю спутнику ВИИ или еще чему-нибудь, а потому что просто, ну, как бы, такая у нас у русских вот отмороженная голова по жизни. Ну, а если вы, как бы, если вы это в курсе, то в России вообще особо так это никто… Ну, какой массовой спешки с прививкой нету. То есть вакцины навалом, как бы, да, но люди, как бы, не сильно торопятся. Я вам скажу, почему. Потому что, ну, видимо, это какое-то свойство русского характера. Иногда он нас подводит, вот этот авось, а иногда он нам помогает. Вот я думаю, что в каких-то критических ситуациях он помогал нам выдерживать то, что другие не выдерживали. Но в России, да, есть ситуация, при которой, знаете, прям каких-то очередей у нас за прививкой не выстраивается. У нас вообще с этим нет никаких абсолютно проблем. Приходи там, агитируй, чтобы прививались, да. Но люди не прививаются даже не потому, что они боятся этих последствий, а потому что, мне кажется, степень опасности этой болезни преувеличена. Может быть, я завтра заболею, буду лежать, помирать и жалеть о своих словах. Может быть, но вот год уже прошел, и он прошел довольно, так сказать, странно. Я, например, постоянно контактирую с огромным количеством людей, вот я лично, да, вот, с самого начала, как бы, и до нынешнего времени. Я, например, как православный христианин за этот год, как бы, много-много раз посвящал храм, как бы, и кто знает, что такое причастие, причащался, да, в том числе, как бы, там, хотите, там, такими ложками, так сказать, всякими ложками, всякими разными. Те, которые окунают спирт, те, которые не окунают спирт. Вот, это было, ну, это было много раз, много раз, да, как бы. Я вот жив до сих пор, да, при этом у нас, у меня в семье, как бы, ну, у меня трое детей, вот, у одной из дочерей есть эти самые, эти антитела, откуда они взялись, если мы все вместе живем, а в чем, значит, мы, мы что, мы уже переболели или нет, или что. То есть, она какая-то очень странная, эта болезнь. И плюс ко всему, сами понимаете, если прямо вот там вот, вот так вот это было бы на улице выставлено трупами, ну, наверное, все побежали бы, даже русские, вот. А так, вот, в основном-то мы вот это все видим где-то там по телевизору, там происходит что-то такое, да. Болеют люди, да, и умирают люди, действительно, вот. Но, видимо, все-таки масштабы этого, они не такие, чтобы прямо вот всех русских, так вот, и россиянцев так сильно напугать. Но вот, что касается спутника ВИ, ну, и объективно говорить, да, еще раз говорю, я никого не агитирую, ни за, ни против. Я считаю, что болезнь есть, она существует, бороться с ней надо. Что касается вот этой вакцины нашей, да, значит, насколько я понимаю, действительно, она получилась достаточно удачной, точнее, их три штуки, да. Вот, ну, самая просто первая, самая странная вот эта спутник ВИ, которую мы уже делаем в промышленных масштабах, вот, она получилась достаточно удачной, и, видимо, это не могут и признать даже западные специалисты. Поэтому, если бы она была неудачной, я вас уверяю, было бы столько побочных последствий, что не надо было бы выдумывать на политических кампаниях насчет того, что это мягкая сила. Она есть, она работает, и она оказалась даже удачной, чем многие другие иностранные аналоги. Но, в том числе, поэтому идет борьба за конкурентный рынок. Конечно, вы понимаете, что, во-первых, для Запада важно все-таки сохранять вот эту презумпцию спасителей мира. Ну, Россия, как бы, плохая страна, она не может спасти мира. Это ей, вот, не положено спасать мир. Спасать мир могут только демократические страны. Но вот у них пока, во-первых, нету, значит, достаточного количества вакцины, они сами, как бы, ее жмут для себя. Во-вторых, некоторые вакцины, значит, вызывают сомнения. Второе, это просто борьба за рынок. Еще раз говорю, здесь же вот какая штука. Здесь, видимо, дальше вся эта коронавирусная история будет развиваться. А значит, речь идет о миллиардах, миллиардах, так сказать, долларов, евро, что хотите. Это огромный рынок, который, видимо, будет, борьба за который будет происходить в ближайшие годы. Поэтому не пустить сюда Россию с ее вакциной, но это очень важно с точки зрения коммерческой конкуренции. Ну, поэтому будет придумывать, что это там мягкая сила, жидкая сила, там такая сила, сякая сила. И так далее. Ну, а те, на кого легче всего повлиять с точки зрения политической ангажированности, например, там, да, странно, так сказать, рыбалкики, ну, да, вот они самые первые и будут вот в авангарде вот этой информационной кампании, говорить, что это мягкая сила, жидкая сила. Но в свое время Советский Союз изобрел вакцину от полиэмилита. Вот. Но, представляете, как бы, ее в итоге приняли, несмотря на то, что Советский Союз, ну, все-таки был пострашнее, как бы, да, в современной России. Совершенно очевидно, да. У него и амбиции были другие, и влияние было больше. Вот. И сила была, как бы, да, гора в разы, там, так сказать, в разы, как бы, серьезнее. Но, тем не менее, приняли. Я не знаю, я надеюсь, что, может, и сейчас хватит мозгов принять. А вот, что важно, вы начали с того, что мир не объединился. Вот насчет того, что мир не объединился, как бы, ну, если честно, я от него этого и не ожидал. Мне с самого начала, когда вот были какие-то разговоры насчет того, что, ну, теперь мы будем все вместе. Я так вот это криво похихикивал, да. Ну, я, в принципе, такой, так сказать, человек злорадный, но он все равно. Ну, это смешно, честное слово. А когда он объединялся, вы мне скажите? Когда этот мир объединялся? Когда вообще происходило что-нибудь такое, чтобы он взял и объединился, и все друг другу стали помогать? Да никогда такого не было. Никогда такого не было. Ну, в лучшем случае разбивались на какие-то блоки стран, на какие-то коалиции. Одна коалиция, там, свою дудую играла, другая в другую. Ну, это вообще, как бы, вопрос фирософский, мировоззренческий. Да, что такое человечество, что такое мир, к чему он идет? Ничего его не объединит ни за что в жизни, да. Не знаю, если уж прям вообще все будут прям поголовно помирать вот так вот миллионно. Может быть, те, кто останется, потом собьются в кучку и друг другу станет помогать. И то не факт. А уж в этой ситуации ожидать, что кто-то кого-то там будет спасать, да, все вместе объединятся, было просто смешно. Тем более, что, еще раз говорю, мне кажется, политики, да, многие, они понимают, отделяют, как бы, вот эту, вот, откажемость от действительности, что называется. Они отделяют объективное наличие болезни от того информационного шума, который, очевидно, иногда, так сказать, искусственно накачивается. И здесь понятно, что будет борьба. Понятно, что эта борьба идет, там, и эта борьба, как бы, имеет такой тоже совершенно субъективный характер. Не будет этот мир объединяться ни по какому поводу. Вообще ни разу я не видел, не слышал, чтобы он объединялся. Не будет он объединяться в этом смысле и сейчас. Я-то вообще не придерживаюсь прогрессивских теорий, как бы, да, вот. Для меня, как бы, все-таки вот эти религиозные, христианские тексты являются основополагающими. Поэтому я думаю, что мир не становится лучше. Он становится, может быть, более какие-то изощреннее, там, у него больше техники, но он не становится лучше. Поэтому если он не был таким, например, сто лет назад, там, да, то есть чего он вдруг станет таким сейчас, с какой стати прям, все побегут друг другу помогать. Единственное, что, конечно, является камушком в огород западных стран, это то, что они показали, что... И они-то тоже не являются носителями вот этого какого-то нового качества ценностного мышления. Вот они все любят говорить про новые ценности. Ну а где же ваши ценности, друзья мои? Да, если вы даже внутри Евросоюза не можете друг другу помочь. Я уж не говорю про штаты, которые просто закрылись, вообще никому свою вакцину не дают, да. Ну где же ваши ценности и в чем в таком случае они заключаются? Там, права человека, судебная система. А вот надо часть человека спасать. Надо вот часть спасать человека, да. Потому что многие из них просто не доживут там, да, свободу слова там или там еще чего-нибудь. Они вот сегодня возьмут и умрут. Ну что вы их не спасаете? Спасайте их, да, с Карелией. Ну нет, говорят страны Запада. Мы тут это, у нас тут у каждого своя песня. Ну вот это, понимаете, такие моменты, они как раз являются лакмусовой бумажкой. Как раз такие моменты, они являются проверкой на вшивость, как у нас раньше говорили. И сейчас даже, так сказать, некоторые, кто еще русский язык не забыл, в этом смысле говорят. И здесь, конечно, вот, например, российская позиция, во-первых, вакцина, во-первых, оказалась достаточно удачной. Во-вторых, никто кроме нас не предлагает технологии. Да, мы тоже зарабатываем на это деньги, очевидно. Но технологии производства никто кроме нас не предлагает. Я считаю, что Советский Союз в значительной степени, как идеологические конструкции, выгорело изнутри. Я вообще никогда не был ни коммунистом, ни сторонником коммунистических идей. И вообще у меня с советской властью были такие отношения неоднозначные. Но, хотя я был молодым человеком, поэтому я особо ничего не успел напортачить особо. Но я к Советскому Союзу отношусь в следующем. Конечно, это была великая страна. Конечно, у нее было огромное количество достижений. Но надо признать, что идеологически и организационно он выгорел изнутри. И это была одна из главных причин тех кризисных явлений, которые в нем внутри случались. Претензии на создание новой религии на базе социально-экономического учения были одной из главных проблем Советского Союза. Но все-таки, когда многие наши советские патриоты любят вспоминать про Маркса с Энгельсом, про Ленина, товарища со Сталином. Хотя это все были разные люди, иногда друг другу противоположные абсолютно. Я бы напомнил, что все-таки марксизм – это в первую очередь социально-экономическая теория, из которой в России попытались сделать осознанно или не осознанно подобие новой религии. Подобие новой религии. И в этом смысле этот псевдорелигиозный культ был в какой-то момент обречен на то, чтобы начать испытывать тяжелейшие кризисные внутренние явления. И эти явления наступили в какой-то момент. Это первое. Второе – это сопровождалось проблемами в уровне эффективности организации. И появление такого человека, как Горбачев, например, за ним и Ельцина – это было лакмусовой бумажкой вот этих самых проблем. Потому что, конечно, все-таки основной причиной распада Советского Союза были внутренние процессы, на мой личный взгляд. Я много раз говорил, я не верю ни в какие теории того, что Горбачев – агент ЦРУ и прочее, прочее. Потому что мне кажется, что все обстоит гораздо хуже. Если бы он был агентом ЦРУ, то, пожалуй, это было бы очень просто объяснить. В реальности все-таки процессы внутренние привели к власти людей, не способных, не имеющих такого личного масштаба к решению задач такой сложности, такого уровня сложности, которые стояли перед страной, и на которые они сами замахивались. Потому что Горбачев замахивался на историческом масштабе изменения. Готов ли он сам был как лидер, как политик, как ученый, как организатор к тому, чтобы с этим справиться? Нет, не готов. Я в этом убежден. Но этих людей породилась сама, так сказать, советская система. Это банально, но надо это признать. Это много раз говорится, и у нас об этом постоянно говорят. Но это в связи с этими тоже. Но это так. Но это первый пункт морализованского балета. Поэтому в том виде, в каком он существовал, как идеологическая, так сказать, идеологизированная система, я думаю, что, конечно, он в таком виде, видимо, существовать не мог. Но возможно ли было реформирование союза? Ну, я считаю, что да, возможно. Я считаю, что возможно. И его распад, на мой взгляд, принес гораздо больше проблем, чем его сохранение в том-то реформированном виде. Я знаю, что тоже есть взгляд на это, что все это утопии, Горбачевские, так сказать, иллюзии. У Горбачева было много утопий и иллюзий, не говоря уже о том, что я думаю, что, так сказать, мы так многого до сих пор не знаем, того, чего знает Горбачев. Но я здесь, когда говорю о реформированности Советского Союза, я не обсуждаю иллюзии Горбачева. Я говорю о том, в принципе, был ли он реформирован, и в принципе, можно ли было бы что-то изменить. В принципе, можно было бы изменить многое, я лично считаю. И в принципе, эта страна могла бы вставать дальше в каком-то измененном виде. Я в этом глубоко убежден. Что касается Горбачева, недавно было 90 лет. Вроде 90 лет человеку, скоро уже стольник, нам бы всем дожить до этого времени. А он все продолжает говорить теми же словами, как будто 30 лет вообще не было. Я в одном из интервью, честно говоря, посоветовал Горбачева. Все-таки, учитывая то, что человек уже приближается к концу своей жизни, неизбежно, может быть, он нам взял бы и написал бы книгу, где рассказал бы все так, как оно было на самом деле. Потому что вот эта вся версия про ГКЧП, про то, что его там бедненького, так сказать, закрыли в Форосе, вот это все, честно говоря, чем дальше, тем больше, чем взрослеешь, тем больше узнаешь. Оно все больше и больше вызывает сомнений. Это я так очень мягко говорю. Видимо, происходило что-то совсем другое. То ли он сам был автором всего, что произошло, то ли еще что-то происходило, то ли его отношения с Западом тоже стали одной из причин того, что происходило. В общем, короче говоря, я бы на его месте взял бы и написал там книгу. Горбачев 90 лет, как это было. Вот это было бы честно, полезно, и он бы остался в истории. Потому что Горбачева, мне кажется, развели на его тщеславие и на том, что он хотел войти в историю, он в историю вошел. Но перед своей смертью, перед своей смертью, было бы неплохо написать книгу о том, как было все на самом деле. Ну, конечно же, если он, конечно, не забыл уже половину, но он знает, конечно, гораздо больше, чем большинство из нас вместе взятых. И он бы таким образом, мне кажется, принес бы пользу. Россия, гражданином которой он до сих пор остается, и многим другим людям и на постсоветском пространстве, и за его пределами. Было бы здорово, и, может быть, кто знает, эта книжка стала бы супер-бестселлером. Я не понимаю, чего ему бояться или чего ему стесняться. И я думаю, что его откровенность бы такая, она была бы искренне, была бы оценена на склоне его жизни. И, может быть, даже после его смерти эта книга, может быть, достаточно долго была бы востребована, просто даже интереснейший исторический труд по истории империи, если хотите. Потому что, в конце концов, в 1991 году произошло событие реального исторического масштаба. Действительно, масштабы, которые будут влиять на конфигурацию соотношения сил в мире, еще очень-очень долго. 30 лет уже прошло, это почти полвека. Я думаю, что это повлияло на развитие политической системы на нашей планете лет на 100 вперед, как минимум, если не больше. Поэтому было бы интересно, если бы он все это дело описал. Ну и третье для меня, как для русского, как для гражданин России, как для православных сниг и так далее, я, конечно, это все воспринимаю через распад, вынужденный, на мой взгляд, непродуманный абсолютно, и катастрофический распад той большой страны, которую русские собирали на много-много веков в одно единое государство. Для меня, конечно, катастрофа, трагедия и все, что с ним связано. Если можно было бы этого избежать, надо было бы этого избежать. Хотя, честно скажу, что тогда, в 91-м году, когда мне лично было 24 года, я лично этого не понимал. Я не понимал этого, я, как и многие другие, был точно так же очарован всеми этими рассказами Горбачева про новую жизнь, про что все будет по-другому, про вот это вот тоже претензии в адрес советской власти. Они во многом были обоснованы, эти претензии и все такое прочее, но я этого не понимал. И огромное количество людей, в том числе вышедших к Белому дому тогда в 91-м году, тоже этого не понимали, скажу честно. Они были совершенно как дети. Абсолютное большинство из них вообще не понимало, что будет с ними дальше. И у них была странная иллюзия, которая, между прочим, сейчас есть у многих людей в тех странах, которые все какие-то цветные революции пропихивают. Вот Украина, например, я удивляюсь, когда они повзрослеют. Или многие другие. Иллюзия была такая. Все, что у нас хорошее есть, у нас останется, а еще в три раза больше нам нагло навалится. И будет нам счастье. Ну, это абсолютно детский взгляд на жизнь. Абсолютно детский. Но в этом смысле, кстати, такая инфантилизация вплоть до аутизма тоже была проблемой как бы из Советского Союза. Хотя, я должен сказать, что эта проблема, видимо, она стала массовой проблемой нашей планеты. И она, видимо, мы дальше будем двигаться. Это странно. Странным образом тоже, кстати говоря, философски, и мировоззренчески было бы интересно посмотреть, связано с ростом уровня комфорта. Вот у людей, живущих в более тяжелых условиях, у них вот этот процесс взросления проходит гораздо быстрее. И они гораздо, да, они гораздо, так сказать, меньше имеют иллюзий по поводу жизни. Вот. Но это делает их в чем-то более практичными. А вот люди, живущие в достаточно комфортных условиях, почему-то больше склонны к какому-то, знаете, взрослому аутизму. Вот. И не понимая того, что с ними происходит. Да. Ну и последнее по этому поводу, да, возможно ли вот это уже, возможно ли восстановление Советского Союза? Ну, я думаю, что нет, невозможно. Невозможно в том виде, в каком он был, невозможно. Вот. В том виде, как идеологический проект, вот, к которому он, так сказать, был и задумался когда-то, скорее всего, тоже невозможно. Вот. На каких-то основаниях реинтеграция отдельных территорий, наверное, возможно, да. Вот. По крайней мере, я думаю, что и это было бы даже полезно, потому что тоже все вот эти вот страны и народы, они тоже были собраны на месте не только воли этих белых царей в свое время, но и в силу объективных, объективных разных, условий. Вот. Наверное, возможно. Но вот в таком виде, в каком он был, да, Советский Союз, я думаю, не вернется, да. В том числе, потому что все меньше и меньше людей, которые его помнят, все меньше и меньше тех, кто понимает его, того, что было, все больше и больше мифов. Можно, конечно, сказать, что вот эти мифы, они, вот молодежь, например, вообще любят мифы. Но любить мифы и быть готовым к их возвращению, это не одно и то же. Это не одно и то же. Потому что, конечно, люди стали, ну, люди стали, так сказать, совсем другие. Я не вижу смысла по этому поводу не плакать, как бы не смеяться. Вот. Я просто это, ну, как бы подстатирую, как вот собственный взгляд на эти вещи вот сегодня. Ну, потому что это действительно была катастрофа, когда некоторые начинают над этим смеяться, ерничать, как-то там, значит, пытаться, значит, это недооцениваете, они не понимают простой вещи. Ведь в данном случае независимо от того, как вы относились к советскому прошлому или к идеологическому проекту, который тогда развивался. Но сам факт, сам факт, что огромное количество людей до сих пор страдают и переживают по этому поводу, он уже сам по себе говорит о том, что это действительно была катастрофа. Потому что, если это была бы ерунда, до которой никому дела нет, то мы бы с вами через 30 лет не то, что не обсуждали бы это, а просто даже бы и не вспоминали. То есть, это действительно была жизнь людей, причем жизнь, в том числе, наполненная и большим количеством успехов, радостей, как бы, да, перспектив и всего такого прочего. И многого из того, чего в этой жизни уже нет. И люди, как бы, да, эти вещи переживают как личную потерю иногда. Это первое. Второе. Все-таки многие связи рвались по-живому. Да, можно там в отдельных случаях говорить, что это менее болезненно происходило, в другом более болезненно, но это разрывалась семья, что называется, разрывался организм. В семье, что называется, всякие разные будут отношения, но разрывался организм. Люди разведены по разные стороны, люди друг к другу родные, вот люди друг к другу иногда родные даже по крови, я уж не говорю там, значит, по духу, отношениям, по прошлому, в общем, да, вот, и, конечно, это всегда тоже очень болезненно и, кроме всего прочего, принесло огромное количество проблем. Третье. На самом деле, даже вот с точки зрения экономики, тогда существовал очень серьезный и достаточно эффективный хозяйственный экономический комплекс, который позволял достигать серьезных успехов. В дальнейшем он был разрушен тоже в значительной степени искусственно. Искусственность его разрушения до сих пор негативно влияет на экономическую ситуацию во всех, без исключения, во всех, без исключения бывших странах Советского Союза. А что это означает? Это означает, как бы, да, проблемы в конкретной жизни конкретных людей. Нехватка рабочих мест, нехватка перспектив, нехватка, так сказать, проблемы с обучением, с самореализацией, с уровнем благосостояния и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже до сих пор не преодолено, потому что, на самом деле, тот комплекс связей и отношений, которые мы тогда потеряли, он строился, ведь не 70 лет в рамках Советского Союза, он строился гораздо больше, он строился несколько веков в рамках большой Российской империи, которая потом, несмотря даже на гражданскую войну, каким-то образом все-таки смогла перейти и реинкарнироваться в рамках Советского Союза. Эти вещи строились веками, разрушены были в одночасье, и, конечно, это до сих пор дает очень серьезные проблемы экономические, ну и плюс, естественно, проблемы политические. Связи, то есть, грубо говоря, в участии бывшего целого стали друг с другом конфликтовать. Эти конфликты являются объективной реальностью, эти конфликты приносят проблемы тем, кто конфликтует. Это одна из самых классических вещей, когда разваливаются крупные объединения, большие империи или еще какие-то объединения государств, очень часто после этого они не могут избежать конфликтов друг с другом, и тем более эти конфликты болезненно, потому что еще недавно они были частью одного единого целого, по большому счету конфликтуя друг с другом, они сами друг к другу наступают на больные мозоли. И как бы вроде бы борется за свои интересы, на самом деле как бы друг другу наносит друг другу урон. Ну и последнее. Этим, конечно, пользуются разного рода внешние силы, причем с разнонаправленно, с разных векторов. И то, что они пытаются влезать в эту ситуацию, еще больше усугубляет остроту этих конфликтов. Поэтому все это до сих пор происходит, все это до сих пор, так сказать, наносит ущерб нам всем. Как это преодолеть? Но в полном виде, в стопроцентном преодолеть это невозможно. Еще раз говорю, машина времени не существует. Но фактично, наверное, это должно быть преодолено. Какими способами? Зависит от каждой конкретной ситуации. Вы здесь вспомнили Карабах. Карабах еще более глубокий конфликт, чем даже конфликт в рамках Советского Союза или даже Российской империи, потому что его корни уходят в дороссийское, не в досоветское, а в дороссийское прошлое. И, видимо, там многие вещи вообще никак решены быть не могут. Как помирить армяна с азербайджанцами? Это не ко мне вопрос. Я не знаю. Это у них спросите. Я много раз бывал в Азербайджане и в Армении, и каждый раз, когда ты туда приезжаешь, на самом деле ты сталкиваешься с абсолютным нежеланием друг друга понимать. Вообще полным нежеланием. И самый общий подход с их стороны, когда они видят, условно говоря, человека, прежде всего, из Москвы, и те и другие начинают валить всю на Москву. Вот в Азербайджане говорят, вы позвоните в Ереван и дайте команду, а в Ереване говорили, вы позвоните в Баку, дайте команду. Как будто у нас сохранился такой телефон, по которому можно позвонить. То есть странным образом, между прочим, Россию часто обвиняют в каких-то постимперских фантомных болях. На самом деле, такие фантомные боли есть у огромного количества стран, которые вроде бы как из этой империи все стремились бы быстрее убежать. Но, тем не менее, им не хватает России, как арбитра, им не хватает России, как страны, с которой нужны все равно такие достаточно тесные связи и так далее. Но Карабах – это более сложная история, несомненно. Что будет делать Россия? Россия будет предпринимать какие-то усилия по реинтеграции. Но эти усилия, конечно, тоже имеют свои понятные ограничения, связанные с внутренними и с внешними проблемами. Тем более, что тенденция, на самом деле, в отношениях с внешним миром, в первую очередь, в отношениях с Западом, конечно, тенденция сейчас особенно стала понятна, тенденция на эскалацию напряженности, на конфликт. Станет ли этот конфликт способом разрешения противоречия или усугубления? Я думаю, и того, и другого. Ситуация не становится в этом смысле лучше. Ситуация становится скорее даже хуже. Так что, к сожалению, в том числе поэтому я называю, как и многие называют, и Путин называет, это распад катастрофы, потому что эта катастрофа будет иметь и будет иметь очень тяжелые последствия еще долгие-долгие годы. И в этом смысле, конечно, реформирование Советского Союза на каких-то основаниях было более предпочтительным. Почему? Потому что, по крайней мере, удалось бы избежать войны. Большого количества воин, большого количества убитых, раненых, кровопролития, проблемы с экономикой, рабочими местами, революции, криминалы и так далее, и так далее, и так далее. Ну все, уже проехали. Вспоминать об этом можно, анализировать нужно, плакать бессмысленно. Я считаю, что у Молдовы нет самостоятельной роли в этих геополитических процессах. То есть она могла бы ее иметь, наверное, да, но по большому счету она ее не имеет. Но в силу объективных причин, связанных с ограниченностью ресурсов, связанных, ну просто, так сказать, с тем, что это небольшая очень страна, в силу причин, связанных с преднестровским конфликтом внутри самой страны, но одновременно с этим и в силу субъективных причин. В Кишиневе не хватает вообще людей, способных, ну я имею в виду, во власти, способных объективно и самостоятельно в этом смысле мыслить, эти процессы каким-то образом осмыслять и вести достаточно независимую политику. И понятно, что Молдовы, как и многие другие страны на западном рубеже, они разрываются между вот этой дилеммой. То ли, как бы, значит, то ли все-таки для, просто даже хотя бы для чисто меркантильных соображений поддерживать нормальные отношения с Россией, то ли все-таки примкнуть к западной парадигме, к сожалению, в западной парадигме, значит, выставляются такие условия, и кто не с нами, кто против нас. То есть вот, скажем, все-таки вот эта, вот эта, как бы, ну, концепция евроинтеграции, которая продвигается на постсоверском пространстве со стороны Запада, она такая, кто не с нами, тот против нас. Вот, или вы, значит, берете курс в НАТО и Евросоюз, но тогда вы должны пристегнуть нам в том, что вы тоже против России, как бы, да, или вот мы, значит, будем считать вас там какими-то, значит, пророссийскими и прочее, прочее. Вот, а нельзя, по-другому нельзя, можно бессадизно обойтись. Но, видимо, нет, нельзя. Требует ли того же самого Россия от стран постсоверского пространства? Ну, я думаю, что она требует чего-то, но все-таки постановка вопроса с этой, с нашей стороны более мягкая. Нам достаточно нейтралитета, да, и поддержания нормальных экономических связей. То есть, грубо говоря, нас даже Евросоюз, если честно, не сильно пугает. Вот, в принципе, можно было бы, как бы, и с Евросоюзом иметь отношение. Для нас, да, принципиальным является вопрос членства в НАТО. Это так, потому что НАТО является военно-политической организацией. И это не организация филателлистов, так сказать, да, или кружок поворачивания кактусов. Это военный блок с очень несерьезной силой, который, в общем и целом, никогда не отказывался от того, что он противостоит, в том числе, России. И сейчас, после последних годов, как бы, оно прямо говорит, что, как бы, да, Россия воспринимает как врага. И вот сейчас вот проходит саммит министров основных дел НАТО, куда приехал новый госсекретарь американский Блинкен. Он там всем будет, конечно, пудрить мозги по двум темам. Первое, что вот Россия – это главная угроза, и давайте все объединяться под это дело. И второе, будет склонять Европу еще и к тому, чтобы, значит, Китай тоже записать в угрозу. Китай, на всякий случай, как известно, выписал пилюлю такую, как бы, нехилую, вот буквально вот сейчас вот, да, европейцам. И я думаю, что правильно сделал. Известно, что там в ответ на какие-то такие, так сказать, попытки, попытки получить Китай, как ему в Синдзяно-Игурском районе автономном надо действовать. Причем попытки – это совершенно очевидно не европейские, а это использование Европы под американским давлением. Китай, как бы, вообще ответил абсолютно, как бы, ну, я бы даже сказал, как бы, ну, несоразмерно, но, тем не менее, я думаю, что они сразу задали тон в этой игре. На то, что Евросоюз, по-моему, в отношении, там, четырех, что ли, так сказать, людей, там, какой-то предпринял какие-то санкции. Китайцы сразу влепили санкции больше, чем, против, более чем сотни европейцев. Я так понимаю, что европейцы вообще в шоке. Они не думали, что выполнение американского заказа может привести к таким последствиям. Но китайцы делают это совершенно осознанно. Да, ну, так вот, возвращаясь там к нам, к нам с вами, да, вот, я думаю, что, да, к сожалению, вот у Молдовы есть такая проблема. Часть, значительная часть молдавской политической элиты вообще не мыслит себя, как суверенные, да, вот эти мечты о румынизации, вхождении в Румынию и через нее в Евросоюз и НАТО, вот, понятно, что, ну, мы с такой точки зрения не можем найти соприкосновения, да, но самое главное состоит в том, что она десуверенизирует саму Молдову, потому что это же ведет в итоге к обоглощению Молдовы, к тому, что, ну, ее как независимого государства, ну, просто-напросто не станет, да, вот. Другая часть, менее, менее активная, ну, вот, пытается что-то там заявлять, вот, был такой, так сказать, у вас президент Дадон, вот, так сказать, что-то он там пытался такое делать, и вот что-то у него получалось, что-то не получалось, хотя, вроде бы, есть совершенно объективные предпосылки к тому, чтобы Молдовы с Россией были бы хотя бы экономические отношения более-менее нормальными. Но вот самостоятельные, суверенные политики из Кишинева мы не видим. Разговоры о том, что это невозможно, я думаю, что это, я думаю, что это тоже, знаете, такая, немножко такое лукавство или какая-то импотенция. Вообще многих на постсоветском пространстве поразила такая вот бледная немочь. И вообще, вот, низкое качество постсоветских элит, я думаю, что это последствия низкого качества позднесоветских элит, в том числе. Я вот здесь вот отвечал на ваш вопрос и говорил о Горбачеве и Ельцине, да, и говорил о том, что вот они изнутри фактически довели ситуацию до того, до той, которую мы знаем, но последствием этого процесса является и довольно низкое качество постсоветских элит. Они не способны на самостоятельное целеполагание, посмотрите, это практически везде происходит. Ну, не способны и все. Они не способны на эффективное управление. Все, что, значит, одна часть, как бы, ну, другая. Есть Россия, у нее своя история, а есть все остальные, которые, ну, если честно, так, ну, пытаются как-то так вот использовать Россию там, где им это выгодно, но, в общем, лечь под другое центро влияния и полностью слиться с ним, да, как бы, в абсолютной несуверенности. Неспособность, так сказать, вычленить свои собственные интересы национальные, отстаивать их, говорит о низком качестве, а не о том, что многие из этих людей просто не политики. Их вот волна вынесла наверх, а политиками самостоятельно быть не могут. Быть не могут, потому что попытка, значит, конфронтировать с Россией и при этом надеяться на то, что тебя кто-то защитит или спасет, это не позиция действительно мудрых, эффективных политиков. Россию не обязательно любить, вовсе не обязательно. И даже не надо разделять все те взгляды, которые имеются у России. Но отдавать себе объективный отчет в том, что, как бы, это данность, с которой вам придется, как бы, иметь дело, ну, ответственный политик должен это уметь сделать. И после этого выработать какую-то суверенную позицию. Вот таких людей на постсоверском пространстве вообще очень немного. И такая вот бледная немощь, она поразила очень большое количество европейских политиков и молдавских, в этом смысле, в этом смысле, как бы, не исключение, да. Вот попытка, грубо говоря, делегировать свой суверенитет какому-то большому, большому, на сегодняшнем историческом этапе более успешному патрону, как бы, она, в общем, накрыла все постсоверское пространство, только в разной степени. И наносит ущерб, и в том числе самим носителям вот таких вот несуверенных идей. Молдова здесь, вот она здесь находится вот в этой самой ободе. Хотя вот 21 век с его вызовами, он будет гораздо более сложным, чем попытка вот так вот черно-бело все разделить, вот или там на красных и белых все поделить, или постоянно вспоминать Сталина там, или что-то. Все, как бы, ну, мир движется дальше. Историю надо знать ее, надо анализировать, надо понимать, что все меняется, да. Все меняется, и нет никаких здесь вот таких вещей, раз и навсегда застывших, да. Поэтому конфигурация, которая сложилась после распада Советского Блока, она тоже будет меняться. Она уже сейчас меняется, да. Россию, как бы, да, в России немножко другая ситуация. Россия вытягивает, а, ресурсы, б, размеры, в, наличие там, ну, и поддержание большого, так сказать, потенциала силового, да. Ну, и плюс все-таки такая многовековая, нравится или нет, традиция государственности. Она так или иначе позволяет вытягивать. Вы можете к этой государственности по-разному относиться, еще раз говорю. Вы все не обязательно любите. Надо иметь просто в виду, что умный политик, он должен учитывать не только то, что ему нравится, но и то, что ему не нравится, и, исходя из этого, выстраивать необходимые конфигурации. Что касается миссии русской цивилизации, это тоже вопрос для тех, кто, значит, как-то вот все-таки согласен с тем, что русская цивилизация есть и миссия у нее существует. Для меня-таки это очевидно. Да, опять же, еще раз говорю, мне вообще не обязательно к этому относиться положительно или там еще как-то. Вот, ну, просто надо признавать факты. Вот, ты же скажешь, как я, как бы, да, ну, я вынужден признавать, что, да, особенно, что это Америка, это на сегодняшний день самая мощная держава в этом мире во всех отношениях, во всех отношениях. Мне это и не нравится, да, но я не могу этого не признавать. Я должен это признавать. Но в противном случае, если я буду прятаться за свою, так сказать, негативную эмоцию, я просто не буду способен не анализировать адекватно то, что происходит, как бы не давать прогноз, не выстраивать какие-то там адекватные планы. Что касается русской цивилизации, на мой взгляд, она однозначно существует. Ее главная миссия для меня, как для православного христианина, является сохранение православной веры. Вот, и в этом смысле, конечно, восточнославянское, как бы, да, вот это вот образование и детство. И то, что именно по нему наносится главный удар, все это не случайно. Я вообще абсолютно убежден, что, конечно, мистические вещи, метафизические вещи, они важнее, чем политика, важнее, чем экономика. И, конечно, многие политические и экономические формы жизни, культурные, они на самом деле определяются религиозной составляющей, да. То есть, грубо говоря, весь мир пронизан там одним и тем же вот законом, сверху донизу просто этот закон, он по-разному себя реализует на разных уровнях бытия. Вот, начиная от нашей личной жизни, от частной жизни, заканчивая жизнью там политической, региональной, глобальной и все, что с этим связано. И линия разделения, в том числе по религиозному признаку, она совершенно очевидна. Исторически, те, кто историю изучал, не может этого не признавать. Это просто вот от этого никуда не денешься. И в этом смысле, конечно, сохранение восточного христианства, называйте это ортодоксией, называйте это схизмой, мне все равно. Пусть я как бы западник их под называю. Для меня это вот самое важное. Потому что я думаю, что больше постоять за этому некому, кроме русских. Больше постоять за этому некому. И кроме России, как формой реализации русских в историческом процессе. Это, между прочим, одна из причин такого гипертрофированного, может быть, даже, действительно, отношения русских к государству, к гипертрофированной роли государства. Потому что это есть форма реализации у нас в этом историческом процессе и форма самосохранения. Поэтому, да, может быть, где-то для других роль государства в России, она, кажется, гипертрофированной. Потому что она такой и является. Но в наших конкретно исторических, географических, экономических, политических условиях это оправдано. И в том числе оправдана и вот эта религиозная миссия. Потому что я считаю эту веру, православную веру, истинной. И если не мы, то кто ее, собственно говоря, еще будет истинной? Несмотря на все то, что было в советский период, несмотря на все то, что есть сейчас, я, честно говоря, скептически отношусь к возможностям других это сохранить. Потому что давление, которое на христиан вообще и на православных в частности все увеличивается, оно объективно, очевидно и, честно говоря, оно будет только нарастать. Поэтому такое внимание к расколу православных, поэтому такие усилия, значит, на все это направлены. Некоторые люди не очень, как бы, в это вдающиеся не понимают этой роли. Те, кто понимает, они этим занимаются. Не даром американцы такое внимание уделяют расколу на Украине, расколу православных во всех других местах. И везде они этот раскол поддерживают. Казалось бы, ну а что вы его поддерживаете? Почему? Ну просто на православных христиаников в основном. Вот это, знаете, вот, и начинает опять отбрасывать куда-нибудь там в социалистическую эпоху. Ну слушайте, православные христиане практически везде к советскому прошлому относятся, мягко говоря, скептически. Все они всегда там от этого страдали, как бы, да и всем это хорошо известно. Но на самом деле речь идет о каких-то более масштабных вещах, выходящих за пределы вот этого красно-белого дискурса и всего того, что связано с советским проектом, да, и так далее. То есть это роль номер один. Вторая роль, как бы, да, которая из этого, между прочим, тоже вытекает. Это, конечно, попытка, по крайней мере, я считаю, я вот, например, пытаюсь в этом действовать, в этом русле, хотя понятно, я там песчинка, завтра я вот этим коронавирусом заболею и нет меня, и привет. Вот, или еще там что-нибудь случится, как бы, ясно. Но есть, как бы, много других людей, да. Вот, мне кажется, есть и необходимость все-таки демонстрации какой-то альтернативы, да. Мне кажется, одна из главных претензий Запада к России, то, что она, не просто то, что она существует, да, но то, что она все-таки в разные исторические этапы все равно постоянно пытается какую-то альтернативу реализовывать, да. Потому что тогда, когда она обезьяничает и тупо пытается подражать Западу, и в частности мы сами живем в этот период, она все равно становится альтернативой. Я тоже думаю, что это метафизические, глубокие религиозно-философские причины, но тем не менее. Например, какая это может быть альтернатива? Я считаю, что это, в том числе, может быть альтернатива поиска гармоничной середины между традиционными ценностями и тем же самым техническим прогрессом. Когда, грубо говоря, нету противопоставления, а есть попытка сочетания, нахождение, так сказать, гармоничного сочетания золотой середины в этом самом движении. Потому что то, что нам Запад сегодняшний говорит, он говорит, вот, короче говоря, или вы с нами, со всеми этими их, значит, какими-то то ли левацкими, то ли ультралиберальными, я даже не пойму, то ли какими-то троцкистскими, да, новыми ценностями, которые сами по себе, вот они, мне кажется, даже как для людей из советского прошлого уже выглядят дикими, да, вот, многие эти вещи, да. Уж на что мы, как бы, были изуродованы, да, всеми этими вещами, но тем не менее. Вот они говорят, или так вот, или, значит, какой-то махровый традиционализм, там, и показывают нам какой-нибудь там ИГИЛ, там, или еще что-нибудь в этом роде. Хотя ИГИЛ, я лично считаю, что там и все эти вот организации, запрещенные, в том числе в России, это как раз вещи в значительной степени сконструированные при участии западных спецслужб, а также являющиеся следствием того же самого левацкого, почти троцкистского проекта, который на Западе развелся. Что такое ИГИЛ? ИГИЛ – это интернационал, ИГИЛ – это тоже фактически очень левацкая, по сути, своя организация, только на религиозной основе. Они не признают государственного суверенитета, они не признают национальности, они борются за справедливость, за равенство, за братство, только с одним условием – все это для мусульман. Вот, а вот вы или переходите, так сказать, в ислам, или мы вас убиваем, вот, причем не просто вот ни в какой-нибудь ислам, а вот именно в такой, который они считают суперправильным. А скажите мне, а чем это принципиально отличается, например, от теории мировой революции? Чем это отличается от теории мировой революции? Или чем это принципиально отличается от теории мировой демократии? Ничем практически. Способами реализации, но в общем-то практически ничем. Значит, ты присягаешь на верность нам, у нас тут все как бы одинаковые, а все, кто вне нашего мира, вне нашего проекта, они, значит, или должны оставаться там, где, что называется, скрежут зубом, или мы их убьем, или мы их уничтожим и поразим в правах тех или иными способами. Я это лично считаю, что это, знаете, очередной заход дьявола на один и тот же проект. В конце концов, есть вот апокалипсис, этот текст. Там простые вещи написаны, что глобализация, а именно поклонение всего миру одному лидеру, это и будет главный предвестник конца света. А вот как это будет происходить, на какой основе? Другой вопрос. Мы видим эти заходы, эти дьявольские заходы на эту глобализацию с разных сторон, мы видим их вот на протяжении всей истории. Сейчас новый заход. Например, скажем, теория мировой революции была одним из таких заходов. Я вот это абсолютно глубоко убежден. Сейчас новый заход, который вот примерно то же самое, пытается в этом смысле впарывать. И тогда, кстати, вопрос, а хрен редкий, как говорится, не злаший. И поэтому, когда вы спрашиваете о роли русской цивилизации, я считаю, что мы должны продемонстрировать то, что это неверная делема, это ложная альтернатива. Вы или с этим глобализаторским проектом, или вот якобы с этим махровым традиционализмом, который там тоже некоторые религиозные фанатики, в том числе псевдоправославные, пытаются демонстрировать. Давайте вот уйдем, всем ряжем в огробы, или уйдем в леса, будем березовое лыко драть, и есть кашу из лудей. Так вот, на самом деле это все, что называется, вещи крайние, и они, на мой взгляд, вредные. Вот одна из вещей, это сформулировать такую альтернативу. Почему, например, я всегда достаточно жестко и резко выступаю против вот этого бесконечного обезьянничного? Давайте как американцы, а давайте как китайцы, а давайте как это. Перед нами стоит гораздо более масштабная задача, которой на самом деле напославятся не только американцы, европейцы, но и многие другие, китайцы какие-нибудь и прочее, прочее. Формулирование какой-то альтернативы, которая, во-первых, подходит для нас, но, во-вторых, может быть чем-то интересным для других. При всем при этом я лично против какого-то нового российского глобального проекта. Мы можем сотрудничать со многими странами в деле как раз того, чтобы мир не стал совершенно одноликим, то, что банально однополярным, что называется. Но это вовсе означает, что наши рецепты жизни должны быть универсально приемлемы и для всех остальных. Способы могут быть разные, да, но, наверное, наиболее актуальным на сегодняшний день является экономический, потому что все-таки, на самом деле, этому пространству не хватает объединения усилий с точки зрения выстраивания еще одного экономического полиса. Потому что, еще раз, развели-то многие страны из бывшего советского, так сказать, или российского лагеря искусственно, но многие из них до сих пор нуждаются в этой самой кооперации, да. И эта кооперация, она, на мой взгляд, нужна для того, чтобы расформировать, например, скажем, свой, как бы, да, внутренний рынок. Этот внутренний рынок, он даст стимул развитию, да, в том числе экономическому. Но не только для этого, вот, не только это может быть, может быть и то, о чем я говорил только что. Потому что вот эти задачи, которые я описал, в них, мне кажется, нуждаются, и их чувствуют многие другие, многие другие. Вовсе не обязательно, что они так же смотрят, но многие другие это же чувствуют. Потому что мы совершенно видим, что мир, вот, он барахтается между двумя видами радикализма, двумя видами такого, так сказать, фундаментализма и контрфундаментализма, да. Между таким фундаментализмом, который отбрасывает далеко назад, и между, значит, радикализмом современного Запада, который, как бы, да, мне кажется, разрушает сам себя и всех остальных, вот в этом порыве, окончательно уничтожит мир традиционных обществ, да. В порыве, как бы, всех, вот, всех сделать абсолютно одноликими, безликими, в этом смысле, как бы, неинтересными и пустыми. И, по большому счету, вот, начинали с этого самого ковида. Я думаю, что, конечно, процесс вот этой глобализации, атомизации, он к этому и ведет, по большому счету. Но многие чувствуют, что здесь что-то не то. Многие это понимают, в том числе даже и на Западе, а уж тем более не на Западе. И я думаю, что вот эти мировоззренческие основы, конечно, их очень трудно нащупать, еще труднее убедить в этом политикам, потому что политики, короче, всегда борются за власть, за свою собственную возможность, так сказать, на что-то влиять. Но это тоже является поводом для, по крайней мере, как бы, сверки позиций. Но, к сожалению, конечно, чтобы до этого дорасти, тут надо иметь соответствующие мозги. А я уже здесь говорил о крайне низком качестве постсоветских элит. Очень много поверхностно мыслящих и очень неглубоких, очень, так сказать, таких реактивно действующих людей, которые зациклены, бывают иногда на свои какие-то личные интересы, на какие-то свои личные мотивы, совершенно не осознавая ни к каких-то национальных задачам адекватно, и уж тем более не осознавая каких-то глобальных процессов и так далее. Они барахтаются на поверхности, хотя могут при этом называться президентами, министрами, не знаю, кем угодно. Сергей Александрович, спасибо вам за такой отрезвляющий эфир. Дорогие друзья, международный медиаклуб «Формата-3» сегодня из Кишинева, и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok